75 лет назад наш город был освобожден от фашистских захватчиков. Уже мало кто может вспомнить, как это было, но история бережно передается из поколения в поколение. Показать освободительные бои за Воронеж приехало 200 человек со всей России. 28 января прошла традиционная реконструкция в честь памятной даты. «Катюшка, стреляй!» – такими криками подбадривали взволнованные зрители-освободители. Несколько тысяч зрителей собралось, чтобы вспомнить о тех, кто до последнего стоял за наш город в страшные годы войны. 212 дней и ночей – и вот тот решающий бой, начало реконструкции. Венгерские солдаты жестоко расстреливают мирных жителей во время их переправы с захваченного правого берега на левый, где находились советские войска. В битве под Воронежем была побеждена вся королевская армия в Венгрии. И до сих пор приезжают с Венгрии, плачутся и вспоминают. Как бы был нанесен очень большой урон. Несколько безуспешных атак – и вот переломный момент «Катюши» на поле боя. И инициатива у наших солдат. Залпы и взрыв снарядов погружают в атмосферу, а участники говорят, что с непривычки такая сильная пиротехника может даже на время оглушить. Когда первый раз участвовал, я, честно скажу, потерялся. Потому что ощущение было, что ты не кино смотришь, а действительно оказался внутри всех действий военных. Страшно было? В первое время даже было страшно. Юбилейная 10-я реконструкция на берегу водохранилища – самая масштабная. 20 городов России, 25 военно-патриотических клубов, 250 участников и география от Воронежа до Новосибирска. Вы знаете, не страшно, волнительно. Вот каждый раз волнительно. Ну, потому что, наверное, надо показать, что это как люди вели себя очень реально во время войны. Понимаете, это вот этот, передать вот этот страх, передать вот эту боязнь за детей, передать, наверное, вообще весь ужас, который женщина вынесла на своих плечах. Наша задача – показать людям, как это было. Поэтому мы реконструируем мундиры, реконструируем оружие, способы ведения боя, идеологическую, бытовую часть. Потому что сейчас, к сожалению, уже мало остается людей, которые, ветеранов наших дорогих, которые впрямую могут рассказать, как это было. Воронеж нас привело в то, что освобождение Воронежа – это событие, сравнимое со Сталинградской битвой. Впечатляет натурализмом, массовостью. Все так натурально было, все так естественно. Казалось, действительно, мы окунулись лучше настоящего боя. Пришли с другом, с муком, чтоб он посмотрел, знал, как обороняли Воронежа, как наших сражались, чтоб не забывали, что такое язык отечественная волна. Зимой снег, весной чернозем. Месили на таких машинах наши командиры. Американский джип «Вилли» с 41-го года полностью восстановлен. И, как знать, может быть, именно в нем сидел когда-то Лизюков. Наступление Красной Армии, явный перевес и поднятие советского знамени. Под победный марш и крики «Ура!» шагают солдаты.